Приветствую вас. Начать мне бы хотелось свой ответ с того, что вы пишете по поводу своей нуждаемости в отношениях. Как это не странно, но именно нуждаемость в отношениях, а значит не свобода в них, сводит на нет все ваши попытки эти самые отношения построить. Понимаете, если вам грустно и одиноко, то значит это только одно, что у вас с самой собой есть конфликты и проблемы. У вас с самой собой нет гармонии, у вас с самой собой нет полного принятия. Вообще говоря, человеку бывает достаточно сложно принять себя полностью и в норме для гармоничных отношений. Принять себя, ну, в общем и целом, принимать себя в общем и целом достаточно, ну, скажем так, ну, где-то процентов хотя бы на восемьдесят. Может быть, может быть, где-то, где-то так. Где-то так. Но, есть подозрение, что, у меня есть подозрение, что у вас с этим есть определенные сложности и этого у вас не наблюдается. У вас нет такого уровня принятия себя. Соответственно, вы говорите о том, что чувствуете себя одинокой, вам бывает грустно. И мне бы хотелось, конечно же, более подробно об этом узнать. Что конкретно вы чувствуете, когда вам одиноко и по поводу чего конкретно вам бывает грустно, по поводу чего конкретно вам становится грустно. И что конкретно вы думаете, когда, например, вам одиноко и грустно. Далее. Я надеюсь, что вы понимаете, нуждаемость в человеке, нуждаемость в человеке означает его использование. То есть, если вы, грубо говоря, испытываете потребность в том, чтобы быть с кем-то и для этого знакомитесь с мужчинами. Ну и именно для этих целей вы знакомитесь с мужчинами. Что это означает, что вы нуждаетесь в нем, а это, в свою очередь, значит, что вы не свободны. Строить отношения в таком состоянии, в таких условиях, условиях, мягко говоря, сложно. Как правило, практически невозможно. Поэтому для начала я вам рекомендую разобраться в себе, перестать испытывать грусть и одиночество, когда вы в буквальном смысле одна. И уже потом, после этого, обращать внимание на других людей, значит, взаимодействовать с ними на более свободной основе. Ну уж точно не на такой, какой вы взаимодействуете с ними сейчас. Так мне представляется ответ на ваш, ну, на ваш вот этот вот вопрос, который вы, собственно говоря, задаете на то, что вы пишете. Далее, вы пишете, знакомлюсь с парнями, общаемся, целуемся, все хорошо, потом во мне что-то переключается, я ничего не хочу и сливаю их. Ну, я думаю, что вы и сами понимаете, что у подобных вещей есть свои причины. Причины, я думаю, что вы и сами понимаете, что вот просто так вы переключаться не можете. Просто так переключаться вы не можете. У этого есть какие-то причины, вот, вот. Скорее всего, скорее всего, есть страх. Страх, как я думаю, скорее всего, есть страх. А вы боитесь, вы боитесь сближения, потому что, по вашему мнению, вас могут, ну, например, бросить. Вы боитесь быть брошены, вы боитесь отказа и, соответственно, именно из-за того, что вы боитесь отказа, вы и, вероятно, оттолкиваете мужчин своих, которые, в общем-то, вполне могут быть настроенными по отношению к вам, ну, скажем так, весьма и весьма искренне, позитивно и, значит, без какого-либо корыстного и прочего интереса. Дальше идем. Значит, следующий аспект, следующий аспект касается того, что вы пишете, что происходило это много раз, что когда я знакомлюсь с кем-то новым, я заранее знаю, что потом все испортил своим отстранением. Ну, на мой взгляд, здесь совершенно очевидно следующее. Дело все в том, что, как при любом комплексном поведении, то есть, если у человека есть комплекс. Достаточно всего лишь несколько раз совершить какую-либо ошибку, и после этого вы уже будете, как бы, ожидать того, что это произойдет. То есть, грубо говоря, грубо говоря, ваша ситуация связана с тем, что вы сами себя уже накручиваете на подобное поведение. И, конечно же, вполне может быть, что вы получаете от этого какую-то выгоду. Какую именно выгоду сказать сложно, потому что о вас нет информации, слишком мало о вас информации. Но я уверен, что если как следует разобраться, то найти, конечно, будет можно. То есть, можно будет найти то, какую выгоду несет вам вот ваше такое поведение, которое вы реализуете. Следует отметить, в обязательном порядке следует отметить, что Имеет место быть запрет на эмоциональную близость. Имеет место быть запрет на интимную близость, о которой вы говорите. Имеет место быть также и неуверенность в себе, что вытекает из непринятия себя. Подобные вещи являются следствием так называемых мусорных знаний у вас в сознании. Многие вещи, которые вы знаете, вам мешают. Их нужно выявить, пересобрать и отсеять все ненужное вам. Это если говорить о когнитивной и осознанной деятельности. И поскольку вам всего 22 года, то достаточно просто будет вернуться в те травмирующие вас обстоятельства. И, соответственно, поработать уже с ними для того, чтобы, значит, изменить с ним свое отношение. И, что важно, изменить свои решения, которые вы, скорее всего, приняли по результатам каких-то определенных событий, определенных историй в вашей жизни. Мне кажется, что именно так реально вам можно помочь. Заметьте, именно реально я не говорю о том, что, ну вот, о быстрой помощи. Я не говорю о том, что вам можно быстро помочь. Об этом я, к сожалению, не говорю. Потому что здесь быстрая помощь, помощь за один ответ невозможна. Потому что имеет смысл быть именно сценарий. То есть, возможно, этот самый запрет на близость эмоциональную был вам дан совершенно не случайно, да, а с строгой определенной целью, вот, которую вы можете, конечно, не осознавать, не понимать и так далее. Далее, вы пишете о том, что, помимо этого, есть страх интимной близости из-за неопытности, провалов в ее попытках и комплексов по поводу внешности. Вот я и понимаю, что это очень глупо и не стоит из-за этого переживать. Опять же, страх интимной близости происходит и с детства, и из того во многом. Как к этому относились ваши родители? В неопытности нет ничего страшного, напротив, неопытность многих людей привлекает, многих мужчин, мужчин, например, привлекает. Вопрос в том, как вы сами относитесь к этой неопытности и как вы ее преподносите. Далее, провалы в ее попытках. Это, конечно, вообще отдельная тема, потому что, если вы интимной близости, например, хотели, а у вас не получилось, то очень легко начать думать, когда о себе именно хуже, но при этом, при этом, да, не допускать мысли о том, что дело может быть совсем не в вас, а, например, в мужчинах, которых вы выбираете. Ведь вы выбираете мужчин определенного рода. Вы выбираете мужчин определенного типа. Понимаете, какая история? Вот. И вполне вероятно, что эти мужчины, они так себя ведут, потому что вы именно их, именно таких и, собственно говоря, выбирали. Вот. Поэтому здесь, конечно, тоже есть очень важный момент. Что касается внешности, то внешность, это во многом измененные, опять же, измененные представления о самой себе и определенные эмоциональные переживания по данному вопросу. Да, то есть, ну, когда-то у вас были серьезные потрясения с внешностью, вам говорили, что вы, например, некрасивые и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вы на эмоциональном уровне это запомнили и приняли на свой счет, решили с этим согласиться. Опять же, опять же, работать здесь нужно именно в направлении того, чтобы отследить, когда и почему вы решили согласиться с тем, чтобы разделить мнение относительно вашей внешности. Вот. Ну и, собственно, также здесь, здесь существенную роль играет и когнитивный аспект, согласно которому у вас, опять же, нет зрелых представлений о внешности. То есть, есть какая-то вот такая, может быть, модельная, модельный тип мышления, что, например, вы ориентируетесь на девушек журналов, допустим, при этом вы игнорируете свои какие-то достоинства и почему-то именно внешность возводите на единство. И здесь, опять же, и семейные отношения ваши с родителями роль играют важную, здесь, опять же, роль играет важную и то, как вы сами себя относитесь, в какой экзистенциальной среде вы живете и так далее. Что со всем этим делать, я не знаю. Со всем этим делать нужно то, что обращаться к психологу и работать. Вам 22 года, возраст не такой большой, в принципе, все это можно достаточно успешно разобрать, подкорректировать и так далее. Было бы желание. Вот. Поэтому, вы говорите, буду очень благодарна за помощь. Это здорово, что вы будете благодарны за помощь, но, к сожалению, то, что вы говорите, да, то, о чем вы пишете, это всего лишь следствие. То есть, понимаете, это всего лишь следствие. Можно дать вам определенные рекомендации, например, подумать о том, значит, что для вас секс. И, например, почему вы его так хотите. Ну, то есть, если вы хотите секса просто, как секса, это одно. Но, если у вас страх перед именно потерей детственности, если вам будет больно, тут тоже, в общем и целом, вопрос решается довольно легко. То есть, с этим проблем нет, на самом деле. Тут может помочь и алкоголь, в общем и целом, тут может помочь и обезболивающее, и просто страсть, если вы, ну, если вам что-то, кто-то понравится, например, сильно достаточно. Вот. Ну, и, в конце концов, если у вас желание достаточно сильное, то там, в общем-то, не для того, чтобы бояться. Вот. Если же вам нужен секс, как показатель определенного социального статуса своего, это совсем не то же самое. Вот. Вот. Совсем-совсем не то же самое. И нужно, конечно, в обязательном порядке здесь смотреть на то, что секс значит для вас. Далее. Кхм. Далее. Желательно узнать причину расставания с молодым человеком в девятнадцать лет. Важно, чтобы вы собрали воедино, ну, в относительно стройную позицию, что именно вы не принимаете в себе и по какой причине. То есть, сделайте шаг в сторону того, чтобы начать изменять представление о себе. Дальше. По поводу внешности. Вы работаете над своим образом. То есть, именно образ, внешний образ вас, как женщина. То есть, над выражением лица, например, над походкой, имиджем, стилем одежды, выражением глаз, например, и так далее. Все это можно сделать перед зеркалом. То есть, какой вы хотите быть и какая вы есть и по чему. Ну, по какой причине вы такая, например. Это тоже очень важный момент. То есть, вопрос заключается в том, что именно вы делаете для того, чтобы изменить ситуацию, которая сейчас у вас. Вы говорите, время показало, что сама я не справлюсь. Простите, вам двадцать два года, а не сорок два, чтобы говорить о том, что время показало. Как я уже говорил, если вы отношения строите только ради отношений, то дела не будет. Потому что для того, чтобы выстраивать отношения, ну, давайте скажем так, чтобы выстраивать отношения только ради отношений, нужно определенный склад характера, скажем так. Грубо говоря, не каждый человек может это сделать, грубо говоря. Вот. И, в общем, тот факт, что вы не можете этого сделать, тот факт, что, ну, вы не в силах, это нормально. Значит, подобные отношения не для вам. И дабы сохранить себя, дабы сохранить, возможно, тот ваш характер, который у вас есть, имеет смысл ориентироваться на свои сильные стороны, которые у вас имеются для того, чтобы определить свои сильные стороны. Так же нужен анализ. Вот. Если вы, например, человек, по большому счёту, душевный, допустим, то, соответственно, исходить нужно именно из этого. То есть исходить нужно именно из того, что вы душевный человек. Соответственно, отношения нужно строить тоже основываясь на эмоциональной близости, а не, ну, чисто сексуальной, например. И здесь, опять же, многое зависит от того, как вы себя ставите перед, ну, перед мужчинами, например, и что они для вас значат. Вот. Вполне возможно, что вы спешите. Я не знаю, сколько, сколько у вас было мужчин, я не знаю, сколько, но за три года, за три года вот нормально можно было построить отношения только с одним человеком. Поэтому я полагаю, что вы чересчур спешите. Мне вот почему-то кажется именно так, что вы чересчур спешите с отношениями, а чересчур торопитесь и, соответственно, из-за этого у вас, может быть, и не получается выстроить то, что вы хотели бы выстроить. Вот. То есть нужно вот обо всем этом, как следует, подумать. Кроме того, посмотрите на твою маму и внимательно посмотрите на свою маму, на ее модель поведения и проанализируйте, а не ведете ли вы себя так же, как она, например. Не занимаетесь ли вы с мужчинами тем же, чем и занимается она, например, с вашим отцом. Не следуете ли вы в своем поведении по отношению к мужчинам тем постулатам, которые она, ваша мама, активно продвигала вас в виде каких-то жалоб, в виде криков, в виде истерик, в виде скандалов, в виде претензий и так далее. Вот об этом тоже я рекомендую вам подумать. Это также важный очень момент. Понимаете, о чем идет речь, да? Я надеюсь. Надеюсь. Таким образом, работа предстоит не только над тем, как вы позиционируете, например, секс, мужчин и так далее. Но работа предстоит еще и над тем, какая у вас модель женского поведения. Что представляет из себя эта самая модель женского поведения? Ну, ваша. Я полагаю, что это тоже очень-очень важный момент. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Понимаю, что реально мои рекомендации и проблемы вообще не решат, но это решить только работа с психологом, индивидуальная и регулярная. К сожалению, именно регулярная. Если у вас остались вопросы ко мне по моему ответу, я буду рад помочь вам. Пишите в личку, в личку. Если вам понравился мой ответ, а буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.